Ну что вам рассказать про Дагестан? Давайте я лучше сразу расскажу про Каспийское море. Оно замечательное и переменчивое, хотя местные и называют его морем-озером, из-за невозможности проплыть до самого океана. В Каспийское море, как известно, впадает Волга, поэтому на севере оно летом более пресное, а на юге, в районе Дагестана, вполне себе соленое, хотя на вкус лучше не пробовать. Любители купания должны быть готовы к тому, что день на день не приходится. При августовской жаре в 35 градусов, здесь это самый жаркий месяц, море бывает то холодным, то слишком теплым, особенно на отмелях. Но изюминка дагестанских курортов – это просторные городские пляжи. Песчаные берега простираются на километры, и можно ходить по кромке прибоя часами. Гомер называл Каспий домом солнца, откуда каждый день поднимаются лучи Гелиуса. Глубина моря – более километра в самой глубокой точке. Каспийское море омывает берега России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Ирана. С высоких зубчатых стен крепости Нарын-Кала, основанной в середине VI века царем из династии Сассанидов, захватившей весь Ближний Восток, Среднюю Азию и Кавказ, открывается панорама Дербента – самого южного города России. Старый город сохранил древнюю планировку улиц. Они были узкими и кривыми, чтобы затруднить возможному противнику выход к цитадели. Сейчас здесь устроены прогулочные маршруты для туристов, и идёт спокойная домашняя жизнь. Жильё в этих кварталах очень дорогое. Дорогие наши гости, рады вас видеть в городе Дербент, город Чая. Город гостей принесет. Для вас наливаем чай насыщенный кислород, для дорогих гостей нашего города. Пожалуйста, на каждом налив. На каждом, для гостей, чай насыщенный кислород, пожалуйста. Сейчас я посмотрю, а заказчик. Настоящий пустыни Бархан-Сырэгум расположен в 18 километрах от Махачкалы. На автомобиле до экзотического ландшафта можно добраться за час с учётом пробок. Золотистые дюны достигают высоту 100 метров. Тысячелетиями ветер сносил сюда песок, который, благодаря особой розе ветров, оставался на одном месте. Поднявшись по обустроенной тропе к Бархану и ступив на раскалённый песок, можно почувствовать себя покорителем безжалостной пустыни. Испытать на себе невыносимую жажду и нестерпимый жар палящего солнца. На Бархане-Сырэгум снимались сцены фильма «Белое солнце пустыни». Из всех морских курортов России Дагестан остаётся, пожалуй, наиболее бюджетным. В этом году туристов сюда приехало в полтора раза больше, чем в прошлом. Аэропорт Махачкалы принял рекордное количество пассажиров за всю историю своего существования. Продолжение следует... Продолжение следует...